Добрый вечер, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас в нашем зале «Классика». Сегодня у нас особый день, 4 апреля. Ровно 92 года назад на нашей Ивановской земле родился великий русский кинорежиссер Андрей Арсеньевич Тарковский. И сегодня я с большой радостью хочу представить вам нашего дорогого гостя из Санкт-Петербурга. Писатель, культуролог, киновед, драматург, режиссер, член Союза писателей Санкт-Петербурга и Союза российских писателей, главный редактор книжного подразделения издательства «Выргород», основатель творческого объединения «Кэмо Стюдио», художественный руководитель Международного кинофестиваля «Артодокс», лауреат всероссийских и международных литературных премий Лев Александрович Наумов. Пока вы занимаете место, я на одну минутку хочу задержать ваше внимание. И сейчас покажу вам фотографию, которая для меня, может быть, и для вас будет сюрпризом, потому что, я думаю, вы никогда ее не видели. Вот она на вашем экране. Можно свет немножко погасить? Да, спасибо. Эта фотография сделана именно в этот день, день рождения Андрея Арсеньевича Тарковского, 4 апреля 1985 года, Шведский киноинститут. Эту фотографию любезно предоставила нашему вниманию Лейла Александра Гарретт. Она работала переводчицей вместе с Тарковским во время создания последнего фильма Тарковского жертвоприношения. Она написала замечательную книгу «Андрей Тарковский. Собиратель снов». И эту книгу на этой сцене автор представлял у нас здесь в классике в 2010 году. И сейчас вот этой фотографии Лейла шлет нам привет из Лондона, всем ивановцам и лично Льву Александровичу Наумову, что я и с удовольствием делаю, и теперь передаю этот микрофон нашему дорогому гостю. Спасибо большое. Если будете говорить с Лейлой, ей тоже от меня большой привет. В действительности она немало помогла мне в ходе работы над этой книгой. Вы знаете, нас, мне кажется, сегодня собрал здесь человек, который, ну, по крайней мере, для меня несколько расширил, в принципе, представление о возможностях человека как биологического вида, потому что то, что делал Тарковский, не вполне вписывается в вот те какие-то базовые представления о том, что могут люди делать вообще. И в частности, я думаю, что многие мероприятия, которые проходят на Ивановской земле из года в год, являются пусть косвенным, но все-таки тому подтверждением. Вы знаете, в 2018 году Оксфордский словарь английского языка, а вы представьте, что это такое, да, это книга, которая, в общем-то, ну, представляет собой, вот всякий раз отражает современное состояние вокабулярия, да, и этот словарь был расширен в очередной раз, это периодически происходит с Оксфордским словарем, он расширен был двумя словами, которые имеют самое непосредственное отношение к кинематографии, это слова «Бергманен» и «Тарковскиен». Ну, как это перевести на русский язык? Ну, «Тарковсковский», пожалуй, да, что что-то такого рода. А что значит «Тарковсковский», да, какой вид, какой план, какой кадр, какой сюжет мы можем назвать «Тарковсковским», да, то есть, с одной стороны, это должно быть, наверное, что-то духовное, что-то, быть может, сновидческое, что-то немножко, как мне представляется, замутненное или, по крайней мере, нечеткое, но в то же время чистое и так далее. То есть, мы можем подбирать массу эпитетов, массу имен прилагательных, ни одно из которых не заменит слово «тарковсковский» полноценно. И мне кажется, это одно из, ну, достаточно существенных доказательств самобытности и значения, оригинальности, в каком-то смысле подлинности того, что делает человек, когда для того, чтобы описывать это, не хватает языка, да, когда для того, чтобы об этом говорить, появляется какое-то новое слово. Вы знаете, представлять книгу, а в действительности, безусловно, главная тема нашей сегодняшней встречи, это именно эта книга, хотя я привез вам и несколько других, о них тоже, если захотите, поговорим. Но что касается моей книги «Итальянские маршруты» Андрея Тарковского, то представлять ее здесь, на Ивановской земле, для меня особая честь и радость, потому что само появление этой книги, безусловно, связано с Ивановской землей. Я помню, как в 2013-м далеком году я приехал на конференцию при кинофестивале «Зеркало», на которой сделал одноименный доклад «Итальянские маршруты» Андрея Тарковского. Это были такие скорбные 15-20 страничек с очень и очень приблизительными картами, но в ходе работы над этим докладом я понял, что, в общем-то, это исследование, которое стоит довести до конца и сделать существенно более детальным, проработанным. И, конечно, я тогда не подозревал, что это выльется вот в такой вот фолиант и в 8 лет жизни. Безусловно, за эти 8 лет я благодарен и судьбе, и Андрею Арсеньевичу Тарковскому, ну и, естественно, вам, дорогие мои, потому что, в общем-то, это все, как я уже сказал, началось здесь. Почему книга получилась такая большая? Все дело в том, что, когда пишешь о Тарковском, буквально невозможно остановиться. Он представляет собой... Я это называю семантическая воронка, поясню, может быть, чуть-чуть позже. Но важно, что, когда ты начинаешь погружаться в этот его мир, становится понятно, что это человек, который представлял собой едва ли не режиссуру воплоти. Вот если представить себе гипотетическую какую-то вот такую вот высокую духовную энциклопедию, то, наверное, если там попытаться дать определение понятию режиссура, то там должна быть фотография Тарковского, потому что он все базовые принципы режиссуры самой своей судьбой довел едва ли не до идеала. Я могу предложить множество тезисов подтверждения этого, но один из них, например, связан с тем, что он удивительнейшим образом адаптировал и подстраивал, или адаптировался и подстраивался под те творческие обстоятельства, в которых оказывался. Все то, что, быть может, для случаев других режиссеров, разрушало бы замыслы, мешало бы что-то создавать, в случае Тарковского шло на пользу. Давайте очень и очень бегло пробежимся по его биографии, для того, чтобы проследить те моменты, о которых я говорю. Ну, в первую очередь, начнем, отбросим сейчас студенческие работы, там тоже, безусловно, есть о чем поговорить, но я думаю, что, если захотите, в ходе вопросов и ответов я что-то скажу на эту тему, давайте сейчас сконцентрируемся на основных его фильмах и начнем с «Иваново детство», вне всяких сомнений. Это картина, которую Тарковский снимать не собирался вообще. У него не было такой затеи. У него были абсолютно другие творческие планы с другими людьми. «Иваново детство», на тот момент картина, которая называлась «Иван», он доделывал за другой съемочной группой в силу ряда, ну, в достаточной степени, несимпатичных обстоятельств, которые сложились на киностудии «Мосфильм». Но, получая вот этот вот, в общем-то, априорно чужой проект, он делает его своим, он перерабатывает его до такой степени, что, в общем-то, у нас нет абсолютно никакой, никаких даже сомнений в том, что это родной и выстраданный фильм Тарковского. Более того, в этой картине он воплощает то, что, по большому счету, ложится в основу канона представления сюжетов, связанных с Великой Отечественной войной на экране. То есть это фильм канонический, по крайней мере, с годами он таковым, безусловно, стал. А вы понимаете, что фильмы о Великой Отечественной войне, это в любом случае, о войне, в принципе, это едва ли не субжанр отечественной кинематографии. Я думаю, что так будет и дальше. Сейчас это, может быть, не так легко себе представить и не так легко понять и осознать, потому что мы слишком много всего видели с 62-го года. Но если представить себе, что всего того, что после 62-го года было снято, не было, то сама по себе вот эта вот идея, она покажется не такой поверхностной. А идея в чем заключается? Идея заключается в том, что для того, чтобы показывать войну, совершенно не нужно снимать бегущих людей с огнестрельным оружием, не нужно снимать танки, не нужно снимать взрывы, что войну можно показывать с помощью разговора с мамой у колодца, с помощью проезда в кузове грузовика, с помощью лошадей бегущих и так далее, в тумане под дождем. То есть, по большому счету, это, казалось бы, абсолютно не милитаристская образность. Так и война происходит в душе, в душе каждого отдельного человека. И, по сути, Тарковский визуализирует душу, визуализирует внутренний мир. Мы об этом еще сегодня не раз поговорим и не раз об этом вспомним. Но, безусловно, выход этого фильма в свое время в действительности имел эффект, ну, едва ли не разорвавшейся бомбы. И недаром на его выход отозвался, например... Я просто от софита чуть-чуть задвигаюсь. Отозвался, например, Жан-Поль Сартер. Это в действительности сыграло огромную роль и имело большие последствия для режиссера. Потому что, пусть отзыв Сартера был, в общем-то, ну, скажем так, неоднозначно комплиментарным, но то, что он сразу попадает в такую орбиту, в действительности переопределило то, как складывалась его последующая творческая судьба. Ну, не говоря уже о том, что именно эта картина принесла режиссеру «Золотого льва» на кинофестивале в Венеции, который становился существенным аргументом в массе споров и разговоров с разного рода советскими чиновниками. Я скажу, не будет большим преувеличением, если я скажу вам, что... Ну, я особенно не сомневаюсь, что если бы судьба Иванова детства не сложилась так, как она сложилась, то Андрей Рублев не вышел бы на экраны вообще, а, возможно, не был бы доснят. Но мы вспомнили про Андрея Рублева. И опять-таки говорим про вот эту адаптацию, про вот эту вот способность находить в обстоятельствах, которые складываются вокруг, все, что нужно для создания шедевра. В картине Андрея Рублева, которая многими почитается вершиной творчества Тарковского, он показывает, в общем-то, в каком-то смысле образец того, как сюжеты, связанные с историей Древней Руси, отражаются на экране. И он поднимает с новой силой, с новой... А, возможно, просто впервые настолько остро поднимает два очень важных, два принципиальных вопроса, связанных с искусством и с киноискусством вообще. Это вопросы об исторической достоверности с одной стороны и вопросы об этике с другой. Что касается исторической достоверности. После выхода на экраны картины Андрея Рублева начались споры и пересуды на тему того, что какие же документы легли в основу, это же все не похоже на правду, все же в действительности было не так. То есть возник спор о том, насколько искусство должно быть подстрочником летописи, насколько оно должно отражать историю. И здесь возникает... Понимаете, Тарковский с точки зрения темперамента был совсем не таким, как Сергей Михайлович Эйзенштейн, скажем, которому... Когда Сергею Михайловичу сказали, что почему это у вас такой вот Малюта Скуратов, он абсолютно не похож на того, каким мы его знаем из исторических документов. Малюта Скуратов был другим. Ну, Сергей Михайлович, как человек в хорошем смысле наглый, он сказал, «Так, значит, теперь будет два Малюты Скуратова. Один мой, а другой такой, какой вы знаете, из летописей». Но кино – это волшебная сфера, понимаете? Именно поэтому наши представления о Малюте Скуратове, они эйзенштейновские, они летописные. Наши представления о том, как, собственно говоря, происходило Октябрьское восстание, они из фильма Эйзенштейна «Октябрь», а не из учебников истории. Мы представления о себе не имеем вообще о том, как выглядел Александр Невский. Но на ордене Александра Невского изображен, по большому счету, артист Черкасов, который сыграл Александра Невского у Сергея Эйзенштейна. Это то, что может делать кино с реальностью и с историей. Это первая часть того, что делает Тарковский, уже на совершенно другом витке. Вторая, связанная с этикой, она еще более, может быть, интересная, потому что в действительности, вот у всей мифологии, связанной с тем, как работал Тарковский, обычно пересказывают три истории. И одна из них связана с Андреем Рублевым и тем, что во время съемок сожгли корову и убили лошадь. То есть вопрос, иначе говоря, формулируется о том, требует ли искусство жертв, если мы говорим вот в действительности о том, что погибают животные и так далее. И люди погибали, скажу вам больше, насколько это оправдано. По большому счету, на Андрея Рублева, насколько я могу судить, никакая корова не сгорела. Лошадь действительно погибла, но лошадь взяли с мясокомбината, она бы погибла завтра и не была бы обессмерчена в этой картине. Но больше всего в этой истории меня смущает другое. Больше всего меня смущает то, что не было никаких вопросов Сергею Федоровичу Бондарчуку, у которого в кадре в фильме «Война и мир» у лошадей отрывает копыта. И это, безусловно, без какого-то... Это не трюк, это, в общем-то, абсолютная реальность. И никого ничего не смущало в связи с этим фильмом. Лошадь нельзя попросить упасть от взрыва, понимаете? Вот, такие дела. Но это тоже только два тезиса к описанию того, что, по большому счету, делает Тарковский в Андрее Рублеве. Самое главное, что он собирает образ Древней Руси с помощью такого ультрасовременного, ну и до сих пор, в общем-то, вида искусства. Как он это делает? Это фантастика. На самом деле, для того, чтобы снять картину Андрея Рублев, Тарковский объездил без преувеличения, ну, я думаю, что если не все, то 85% крупных памятников деревянного и каменного зодчества, которые вообще есть в стране. То есть это все это Золотое кольцо, Серебряное ожерелье, Покрова на Нерли, Ферапонтово, Кирилл Белозерский, Монастырь Вску, вот все-все-все-все-все-все-все-все. И самое интересное, что руководствуясь определенными критериями, я немного об этом пишу в книге «Итальянские маршруты» Андрея Тарковского, но на самом деле там еще не початый край работы. Именно вот, что касается конкретно направления, связанного с локациями, местами съемки Андрея Рублева. Он почему-то отбраковывает одно и выбирает другое. То есть я действительно очень часто иду вдоль тех или иных стен и думаю, почему Рязанский Кремль, а не Псковский, но при том, что в Псковщине он снимал все равно крепость Покровка. А крепость Покровка что собой представляет? Она на некотором удалении от Кремля Псковского, но это по большому счету полторы стены. Там нет ничего целостного. То есть это в форме буквы «Г» конструкция, которая, когда ты едешь на машине мимо, если ты не знаешь, что здесь крепость, даже не заметишь. Но он выбирает ее как натуру для того, чтобы снимать сцены набега. И у нас не возникает впечатления, что это неполноценный город сейчас. Как устроена среднестатистическая сцена в картине Андрея Рублев? Ну смотрите, всадник, например, скачет вдоль некой стены. Монтажная склейка. Дальше всадник скачет вдоль леса с озером. В реальности этот лес с озером находится на расстоянии порядка тысячи километров от крепостной стены. Дальше монтажная склейка. Всадник прискакал к храму. Храм находится еще в шестистах километрах от леса с озером. И мы совершенно не замечаем этих швов. Он буквально собирает Древнюю Русь, как лоскутное одеяло, да, из отдельных корпускулов образности. И на самом деле он ведь создает именно то, какой мы себе ее представляем сейчас. Ни один в отдельности из этих памятников не создает такого полноценного и колоритного впечатления, как вот весь вот этот ансамбль, который он собирает строго определенным, абсолютно эстетически непротиворечивым образом. То есть в данном случае его адаптация, она вообще достигает едва ли не государственных масштабов. Дальше два фильма, которые идут неподряд в его фильмографии, это «Солярис» и «Сталкер». Что объединяет эти фильмы? Их объединяет, безусловно, жанр. Нет, одно мгновение. Я открою бутылку, с вашего позволения. Их объединяет жанр. Это жанр научной фантастики. Научная фантастика вообще становилась прибежищем для авторов в самых разных видов искусства, если речь идет о временах, но таких в достаточной степени напряженных и непростых с точки зрения цензуры, степени свободы и так далее. На фантастическом материале, на научном фантастическом материале очень просто было находить возможность говорить о злободневном, сводя свои риски к минимуму. Поэтому он на такой степени был популярен в середине XX века. И на самом деле то, что мы видим сейчас, это отголоски той популярности. В чем штука? Научная фантастика – жанр очень жесткий, с довольно строгими, весьма предопределенными правилами, с очень четкими рельсами, если угодно, с детерминированными ожиданиями публики, потому что сама аудитория научной фантастики – это такой строго-строго выписанный контингент, если угодно. Тарковский, по большому счету, жанр в хорошем смысле уродует. Он делает из него то, что нужно ему. Если бы мы, например, вообще не знали о том, что вот есть роман «Лема Солярис» и есть роман «Братьев Стругацких пикник на обочине», я думаю, что в принципе, без относительно первоисточников, возникли бы вопросы, можно ли называть научно-фантастическими эти два произведения, потому что он очень от многого избавляется. Он полностью деформирует сюжеты так, как нужно ему, для того, чтобы говорить о том, о чем нужно ему. То есть вот это вот пример очень такой суровой адаптации. Когда Лем увидел Солярис, он сказал, слушайте, но это не мой роман, это какая-то Достоевщина. И что самое занятное, он был абсолютно прав. Это именно не его роман, а какая-то Достоевщина. Достоевский – это автор, о котором Тарковский грезил, быть может, больше, чем о многих других. Это касается и экранизации, и фильмов о нем, и даже аналитической картины о нем. То есть замыслы, связанные с Достоевским, у Тарковского едва ли не десяток был. И ни один из них так и не был воплощен, хотя, признаться, посмотреть очень и очень интересно. Что касается «Пикника на обочине» со «Сталкера», то ситуация еще более вычурная, еще более своеобразная. Нам, во-вторых, это, безусловно, самый сложный фильм Тарковского. Это однозначно без вариантов самый сложный. Но история дошла до конца, я имею в виду на уровне сценария, главным образом на морально-волевых качествах Аркадия Натановича Стругацкого. Просто Борис Натанович ретировался довольно быстро, потому что издевательство на этих выносить не мог 19 раз сценарий переписывать, лишь немыслимое дело. Кстати, ходят слухи, бытует мнение, что между Тарковским и Аркадий Натановичем Стругацким возникла какая-то ссора, какая-то непримиримость. Все это совершенная неправда. Более того, я глубоко убежден, что поживи Тарковский подольше, они бы, наверное, поработали еще вместе. Ну и в каком смысле? На самом деле Стругацкого и Аркадий Натановичем можно считать соавтором жертвоприношения. Об этом я тоже много пишу в книге, потому что, в общем-то, картина вытекает из их ранних наработок. Да даже и по почерку, в общем-то, понятно, что это очень и очень такой Стругацковский сюжет, если угодно. Сама история, которая развивается на экране перед нашими глазами, конечно, весьма и весьма далека от романа. Более того, я не буду погружаться всего сейчас в историю создания этой картины. Я думаю, что вы, по крайней мере, о ней наслышаны. И это вторая история, связанная с Тарковским, которую вспоминают чаще всего в связи с его работой. Это то, что «Сталкер» переснимался, ну, снимался трижды, переснимался дважды, снимался трижды. Да, что та попытка, которую предпринял Рерберг, первая, да, первые съемки «Сталкера», они были признаны браком. Насколько действительно это правда, не утихают споры до сих пор, сколько бы ни снималось об этом видеоматериалов и не писалось книг. То есть был ли это реальный брак? Я тоже об этом довольно много пишу. То есть был ли это действительно брак? Это удивительно, потому что хоть пленкой была экспериментальна, и Рерберг работал с этой пленкой не так давно. Кроме того, Рерберг, в общем-то, один из лучших операторов Мосфильма, вне всяких сомнений. И между ним и Тарковским были натянуты отношения по совершенно другим причинам. Рерберг заходил на съемочную площадку со словами «Два гения на одной площадке – это многовато». И у него были довольно сложные взаимоотношения с Ларисой Павловной Тарковской, помимо всего прочего. Но самое главное, что на том этапе фильм не клеился. То есть Тарковского совершенно не устраивало то, что получается. Он работал по тому сценарию, который уже был переписан раз в 12, и картина не складывалась. И очень нужен был повод ее переснять. Можно посмотреть на эту ситуацию. Так, я сейчас не хочу ни строить конспирологических теорий, ни что-то такое вам предлагать. Важно не это. Я напомню, я говорю вам про адаптацию. Понимаете, после первой съемки была вторая, которая далеко не пошла. Сценарий снова переписался 5-6 раз. И вот потом была третья с начинающим оператором. То есть не с мастеровитым Рейрбергом, а вообще с оператором, который делал первые-первыхые шаги. И его потом Тарковский называет в числе своих самых любимых. Это Книжинский, да? Во-вторых был Калашников. Значит, что происходит? Что происходит? Понимаете, «Сталкер» – самая сложная картина. Вот в результате всех этих метаморфоз, которые, по большому счету, многих режиссеров бы просто сломали. И в истории кино знает массу случаев, когда вот от таких проблем фильм просто не заканчивается. Это происходило на самых разных континентах. У режиссеров более-менее мастеровитых, потому что это коллапс проекта. А у Тарковского каждый этап этой проблемы, он как будто бы приближает к совершенству вот этого вот 57-гранного бриллианта, который представляет собой вот этот вот абсолютно идеально выстроенный «Сталкер». Идеальный в своей сложности, если угодно. Да, и важный момент. Я вам уже сказал о том, как далеко обе эти картины отстоят от первоисточников, если вообще можно говорить о первоисточниках в данном случае. Но тем не менее, любителями жанра, которым я, к слову, не принадлежу, считается, что это едва ли не идеальные экранизации и идеальные научно-фантастические картины. Мы пропустили картину «Зеркало», которая адресуется к одной из ключевых проблем в истории искусства вообще, к проблеме дифференциации, обнаружения, нащупывания и нивелирования границ между произведением и жизнью, между автором и героем. Много художественных школ пытались так или иначе адресоваться к этой проблеме, что-то с ней делать, но очень мало кто заходит в этом крестовом походе так далеко, как это делает Андрей Арсеньевич Тарковский, который в действительности едва ли не стирает эту грань. На этом заканчивается его советский период, и начинается работа «За рубежом», о которой, я думаю, что мы сегодня с вами еще поговорим, но сейчас очень бегло Тарковский оказывается в Италии. Он снимает там картину «Ностальгия», которая в хорошем смысле – типичный итальянский фильм. Не потому, что много итальянцев в съемочной группе, даже не потому, что путешествие по Италии – это едва ли не леет тема итальянского кино. Есть великий фильм «Расселение путешествия по Италии». Но по ощущениям – это итальянское кино, как оно есть. При этом, заметьте, показывая путешествие по Италии, показывая перемещение героя, Тарковский не фокусирует внимание на туристической привлекательности. Он как будто бы игнорирует то, что принято узнавать. Там нету в Венеции, Флоренции. Рим есть в одном кадре, в двух кадрах. Один снят с террасы Тонино-Гуэрре, другой – это в трех. Короче говоря, мало Рима, весьма и весьма мало Рима. Потому что не это главное. В основном это снимается в итальянской провинции. И Тарковский проникает в этот спиритуальный мир, духовный мир итальянских местечек в куда большей степени, чем иные режиссеры, которые родились в Италии. Дальше больше. Он оказывается в Швеции. И в Швеции он снимает типичный шведский фильм. Интерьерная драма, все события где-то на грани между сновидением, флэшбэком, галлюцинацией. Очень мало съемок на натуре. Я, опять же, в этой книге довольно подробно описываю, как делало жертвоприношение тоже. Меня, честно, даже потрясло в какой-то момент. Вся картина была снята на пятачке в 150 метров. По большому счету, вот можно было очертить кружочек диаметром в 150 метров, и вот все, что там происходит, все, что снято от макетов до побегов с велосипедами и так далее, произошло вот на таком пятачке. Понимаете? Бергман так снимал всю жизнь. И об этом, и таким образом. Тарковский приехал и снял так. И вовсе не потому, что он получил от Бергмана в наследство, ну пусть небольшую, но довольно существенную часть съемочной группы, оператора и ведущего артиста. Нужно сказать вообще, что на самом деле жертвоприношение в существенно меньшей степени шведский фильм, чем ностальгия итальянский. Жертвоприношение – это абсолютно интернациональная затея на самом деле. Но где бы Тарковский ни оказывался, такое впечатление, что с ним начинает говорить само пространство, вот само место, все то, что вокруг, даже в большей степени, чем люди. Очень многие сегодня даже меня в Юрьевце спрашивали на тему того, а вот если бы не уехал, а вот уехал стало… Мне не кажется, что когда он уехал, стало хуже. Более того, мне кажется, что как раз началось самое главное в его творчестве, потому что Тарковский стал автономным. Вот это вот Тарковский, как он есть, у него как будто бы выключили внешнее питание, и мы вот видим то, что воплощает конкретно вот этот человек. Это очень, на самом деле, тема для обширного разговора, но вне всяких сомнений я бы никогда не стал оценивать как-то в негативном ключе те две последние работы, которые он снял. Я напомню, к чему вообще мы начали весь этот разговор, я вам рассказывал про адаптацию под обстоятельства, про то, где он оказывается, что он делает. Все как будто бы он направляет на благо того произведения, которое создается. Даже огромные неприятности, даже беды. Третья история, которую обычно вспоминают в связи с мифологией творчества Тарковского, это, конечно, история с домом, который сгорел во время съемок «Жертвоприношения». Лейла об этом довольно подробно пишет. Камера не включилась, когда снимали пожар дома. Дом новый отстроить, казалось, не было никакой возможности. Финала фильма нет. Потому что эта декорация достаточной степени массивная, и ее как будто бы неоткуда было взять. Но Тарковский даже из этой ситуации загадочным образом выкручивается так, что, честно говоря, пока я об этом во всем не узнал, я даже не обращал внимания. А в каком-то смысле это приобретает и дополнительное метафорическое значение. Потому что если приглядеться, становится понятно, что дом в конце не такой, как вначале уже построили. Там тоже, понимаете, это метод скандинавской съемки, помимо всего прочего. Если вам нужно снимать дом изнутри и снаружи, в Скандинавии часто делают так, что строят дом и реально снимают изнутри и снаружи. А в Америке, например, декорация отдельная, это может быть макет даже, он может быть уменьшенным. А интерьер снимается в павильоне. А там действительно был дом, в котором внутри снимались сцены, в интерьере с телевизором и вся вот эта вот история. А снаружи снимались все то, что происходило со столиками снаружи, прогулки с мальчиком и тому подобное. И вот этот дом сгорел. И в конечном итоге японцы выделили какое-то количество денег. Японцы, я подчеркиваю, то есть действительно это жертвоприношение само по себе, это затея чрезвычайная, интернациональная. И был построен дом меньший. И если на него внимательно всматриваться в кадр, там щели, которые просвечивают насквозь. Но это ведь тоже как будто бы наполняется смыслом, что дом уменьшился в ходе всего вот этого. То есть это тоже кажется не совсем пустым. Это внутренне оправдывается самой драматургией сюжета. И в конечном итоге фильм рождается и рождается абсолютно блистательно. Это вот к вопросу об адаптации. На самом деле тезисов в подтверждение, в обоснование и в, ну так скажем, в объяснение величия Тарковского я могу привести великое множество. Я думаю, что тут перечислять даже смысл. Но, например, особенно важно то, что он умел помещать в кадр абстрактные понятия и философские категории, так как будто бы это предметы или люди. Да, то есть он вот мог сделать кадр и сказать, вот сейчас в него должна войти вера. И она появляется. Он умел визуализировать нематериальное. Или вот это совершенно фантастическая творческая динамика, которая, например, характеризуется тем, что едва ли не всякое произведение вполне могло претендовать на звание духовного завещания. Потому что об этом даже гипотетически не очень приятно говорить. Но, тем не менее, вот последняя картина жертвоприношения, которая действительно выглядит таким завещанием. А, допустим, его бы не было. Была бы последняя картина ностальгия. Но вполне она могла бы сыграть эту роль, исходя из того посылок, с которым она заставляет режиссер. А если бы ностальгии не было, тогда сталкер, ну тем более. А если бы сталкера не было, тогда зеркало, тем более. И так далее, понимаете? То есть каждая картина снималась буквально как последняя. И это имеет, на мой взгляд, огромное значение. Тут, наверное, потихоньку я должен перейти к тому, почему я написал книгу именно «Итальянские маршруты» Андрея Тарковского. И о чем она в сущности. Она ведь, безусловно, не только о том моменте, когда он путешествует по Италии. Хотя, скажу честно, этот момент, наверное, стал одним из причинных, из тех, которые так или иначе вызвали ее к жизни из небытия. Но, конечно, эта книга биографическая. С ней действительно не так легко определиться в смысле жанра. Но, в общем-то, считать, не считать ее биографической было бы странно. И в ней нашли отражение практически все периоды жизни, все картины с меньшей или с большей степенью подробности, самые разные бытийные обстоятельства, включая детство и раннее детство, студенческие годы и так далее. Просто она выстроена не вокруг оси времени. Да, у нее немножко другой принцип, который сформировал текст таким образом. Она выстроена больше, исходя из несколько иных соображений. Почему же такое значение имеет Италия, как мне кажется, в том числе и в жизни Тарковского? Ну, мы уже с вами вспоминали о том, что Иваново детство, в общем-то, основной успех действительно, успех, который формирующее значение для Тарковского имел, потому что впоследствии он был изрядно инспирирован тем, что ему удалось достигнуть вот такой высоты первой же картины. Уже связал его с Италией. Но это, естественно, не единственное. Вы понимаете, все то, что делает Тарковский, на мой взгляд, можно называть кино эпохи Возрождения. То есть кинематограф такой, каким он мог бы быть, если бы в соответствующие века, во времена Кватрачента, технические возможности позволяли бы ему существовать. Сам Тарковский неоднократно говорил, что свою задачу он видит в том, чтобы поставить кинематографию на один уровень с более традиционными видами искусства, с литературой, с музыкой, с живописью, с театром и так далее. И когда мы смотрим картину Тарковского, нам кажется, что именно это и удалось, что от века существует некая муза кинематографии, которая пляшет со своими старшими сестрами вокруг Кастальского источника и с Аполлоном, а древние греки об этом не упомянули только по невнимательности и забывчивости. То есть, казалось бы, перед Тарковским в определенный момент жизни был открыт весь мир. Он мог поехать работать куда угодно, но он остается именно в Италии. Случайность, да, здесь есть очень большой момент случайности, но в чем он заключается? Ну, например, в том, что едва ли не ключевую роль в организации этой поездки играет такой человек, как Танино Гуэрре. Я думаю, не надо объяснять, кто это такой. Да, это, в общем-то, один из ключевых, на мой взгляд, вообще сценаристов в истории кино. Он сотрудничал с 96 режиссерами, и по большому счету это сотрудничество продолжается до сих пор, потому что у Гуэра осталось множество сценариев, которые ставятся и по сей день. Но важно следующее. Важно то, что познакомились они, ну, едва ли не случайно. У Тарковского всегда были проблемы с жильем, и вот киностудия «Мосфильм» распределяет жилье в районе первой «Мосфильмовской улицы», точнее, не в районе, а на первой «Мосфильмовской улице». Тарковский получает квартиру, у него временно есть некое такое послабление в его бытовых мытарствах. И неподалеку получает квартиру директор картин Яблочкин, у которого жена Лора, Лора Яблочкина, на тот момент у которой случается роман впоследствии с Танино Гуэрой, и Гуэра появляется неподалеку. То есть они, по сути, становятся соседями. Ну, не по английской клетке, но, по крайней мере, в одном квартале обитающими. Случайность? Ну, вроде, случайность. Но, с другой стороны, если подумать о том, какие картины, какие фильмы, какие работы повлияли на Тарковского сильнее всего, то, в первую очередь, на самом деле, приходят на ум картины, которые Тарковский не так часто вспоминает. А меж тем, это, пожалуй, самое влиятельное произведение киноискусства XX века, это фильм Микеланджело Антониони «Приключения», сценарий, для которого, равный, как и для всех фильмов Антониони того периода уж точно, написал именно Танино Гуэрро. То есть, казалось бы, они неизбежно должны были познакомиться. Так или иначе, Тарковский, в принципе, не очень любил рассказывать о том, что он на него повлиял непосредственно. Он очень любил рассказывать, что на него повлиял Брессон, хотя между ним и Брессоном бесконечность, потому что это влияние довольно опосредованное. А вот то, что он цитирует прямо, он редко называет сам. Есть у меня на YouTube-канале несколько видеороликов, которые, в общем-то, показывают, как это в действительности происходит. Понимаете, от века была такая практика, что писателей, художников, скульпторов, архитекторов из самых-самых разных стран отправляли с целью повышения квалификации такого своеобразного именно в Италию. Никуда-нибудь. Почему? Это нетрудно объяснить, но сейчас не будем до этого тратить время. Но мы знаем массу прецедентов из более традиционных искусств. А в случае кино примеров таких не так много. И, наверное, пример с Тарковским один из самых ярких. И это меня чрезвычайно заинтересовало. Ведь действительно, даже у нас в Петербурге в Академии художеств императорской была стипендия для художников на поездку в один из трех городов Рим, Флоренция, Венеция. Но если вспоминать классиков литературы, то Гоголю совершенно не нужна была стипендия. Он из Рима не вылезал и писал, что если тебе плохо, если тебе не пишется, нужно поехать в Рим. И известна вот та таверна в предместиях, где написана сцена мертвых душ у коробочки и так далее. И не только. В общем, все мертвые души так или иначе связаны с Италией. Прогуливаясь по садам Бабали во Флоренции, Достоевский пишет идиота. Известна его квартира. И самое занятное, что квартира Тарковского, одна из поздних, в которых он почти не успел пожить, во Флоренции, она находится очень недалеко от квартиры Достоевского. Такое впечатление, что не получилось воплотить замысел, связанный с Федором Михайловичем, но они стали в каком-то смысле соседями по прошествии многих лет. Бродский не вылезал из Венеции. Почему это все так? В общем-то, это интуитивно понятно. Италия – это то место, которое показывает, доказывает самим фактом своего существования, что может быть что-то практически вечное, что во всем этом есть какой-то смысл, что могут быть образы, которые пронзают поколения. И то, что Тарковский – это едва ли не единственный пример, это делает сам этот исторический прецедент совершенно уникальным. Я больше скажу. В определенный момент, я не знаю, насколько подробно мы сегодня будем разговаривать об обстоятельствах, которые так или иначе привели Тарковского в Италию, но если вы захотите, вы прочитаете это в книге. В определенный момент, когда Тарковский уже приехал, Танина Гуэра разрабатывает маршрут для того, чтобы показать свои самые любимые места в своей самой любимой стране русскому другу и инспирировать его определенным образом, вдохновить и в результате запечатлеть это в фильме. Более того, Танина Гуэра делает это не один. Ему помогают Федерико Феллини, Микеланджело Антониони и вот такая вот компания людей. Вы представляете себе, какое культурное значение имеет хотя бы уже один этот маршрут. Этот маршрут, он приведен в книге, но вообще книга изобилует картами. Если будет время, я чуть-чуть позже расскажу вам, почему. Ну вот тот маршрут, о котором я говорю, вот, например, он представлен в виде вот такой вот карты. Вот что важно, понимаете? С одной стороны, это беспрецедентный художественный эксперимент. И итоги, итоги этого эксперимента феноменальны, потому что это с одной стороны получилось, с другой стороны не получилось. Получилось по той причине, что мы имеем картину ностальгия, вне всяких сомнений. Это безусловный шедевр, о чем я еще сегодня поговорю. В моем взгляд, это один из самых совершенных фильмов в истории кино вообще. И то есть вот этот процесс вдохновления, он закончился, казалось бы, успехом. Но, есть одно большое но, это никак не связано с этим маршрутом. Все то, что Гуэрра показывал, все то, что Гуэрра, Феллини и Антониони отобрали, не впечатлило Тарковского. Вы можете видеть эти фрагменты, определенные в отдельных сценах, фильмов «Время путешествия», документальная лента, которая посвящена работе над ностальгией, в которых Тарковский говорит, «Танина, мы не будем здесь снимать, здесь слишком красиво, слишком красиво». Вот эта формулировка «слишком красиво» это одна из коронных формулировок Тарковского, когда он очень не хотел объяснять. Хотел как-то показать свое отношение, но объяснять не хотел. Очень похоже, ситуация сложилась на жертвоприношении, когда Эрланд Юзефсон что-то играл, потом подходил к нему и спрашивал, «Как, Андрей? Ну как?» Он говорит, «Эрланд, слишком гениально, слишком гениально». То есть вот тоже не подходит, не подходит, вот это не пойдет в конечный монтаж. Это отдельная тема. Мне вообще кажется, что Юзефсон, это фантастика, как он работал с Тарковским, потому что он, конечно, артист совершенно другого плана. Но вот абсолютно. С Бергманом, по Сбергманом, который очень четко ставил задачи и полностью управлял, у которого была железная воля на площадке, и Тарковский, который давал существенную степень свободы, и он в большей степени интуитивный человек, который куда меньше любил объяснять. Ну так вот, важно другое. Это тоже ведь момент адаптации, с которой я начал. Да, Тарковский находит в Италии те места, которые ему нужны. Он не берет то, что отобрал для него Гуэрра, Сфеллини и Антониони. Это ему оказалось неподходящим. Ну вот кроме Бани Виньони. Давайте, может быть, сейчас действительно настал момент нам посмотреть одну из сцен ностальгии. Давайте сначала ролик номер два. это место, где снималась сцена с Мадонной Дель Парта. Это крипто собора Сан-Пьетро в Тускании. Я подчеркиваю, не в Тоскане, а в Тускании. Это местечко в регионе Лацио. Тоскана — это совершенно другой регион. Занятно вот что. Понимаете, это место, вообще говоря, кинематографическое в достаточной степени. Там, например, работал Орсон Уэллс над Отелло и так далее. Но насколько по-разному оно отрабатывает и играет в разных фильмах и в руках разных режиссеров. Я сейчас хочу вам показать то, что на самом деле Тарковский делает в ностальгии. Это будет только один из множества примеров, о которых я тоже подробно в достаточной степени пишу в книге. Того, на что вы, скорее всего, не обращаете внимания тогда, когда смотрите картину. Давайте сначала осмотримся, познакомимся с пространством. Да, я прошу запустить этот ролик. Не-не-не, не этот, не этот, этот потом. Сначала номер два. Этот номер три. Да, вот, пожалуйста. Может быть, те, кто видел ностальгию, они уже это все узнают. Вот это вот то пространство, где Тарковский снимал. Обратите внимание, Капители у всех колонн разные. Если вы помните, во времени путешествия есть момент, где экскурсовод мотивирует вот это вот отличие в Капителях тем, что это, знаете ли, какой-то там культурный плюрализм, взаимопроникновение разных традиций и так далее. По факту это произошло совершенно по другим причинам, как вы думаете, по каким. Колонны пособрали из разрушенных особняков, окрестностях, что нашли, то и поставили. И держатся просто на том, что есть. Я надеюсь, что вы обращаете внимание... Вот это, кстати, это алтарь Святого Георгия. Я думаю, что вы не могли его видеть в ностальгии, потому что его нет. Он довольно-таки характерный и очень интересный и оригинальный, но он до такой степени не нужен Тарковскому, хотя, в общем-то, это в действительности уникальная реликвия, там века XIII примерно. До такой степени не нужен Тарковскому, что Тарковский просто делает так, чтобы он не попадал в кадр. Пространство здесь очень и очень тесное. У вас совершенно не складывается впечатление вот такой тесноты, когда вы смотрите картину. Но это достигается за счет особенностей объективов и так далее. Ну вот смотрите, например, сейчас Эуджения выходит и действительно создается впечатление, что тут достаточно много места. По факту же все чрезвычайно камерно и коротко. Заметьте, что когда вы используете технику высокой резкости, бросаются в глаза вот эти различия между колоннами. По факту они ровно такие, как и были во времена Тарковского. Я пытался это различить, ничего особенно не поменяли, ни одна не подвела с 80-х годов. Но важно, а сейчас смотрите, смотрите наверх, если успеете заметить большие капиталы, больших колонн в большом зале. Вот мы поднимаемся. Это крипто, это не основной зал. Это крипто. Там тоже разные капители, но только они уже сделаны разными, потому что вот это колонны, которые делались специально под этот фантастический совершенно собор. На самом деле, вот это вот роза, здесь меня есть, я хотел, чтобы книга стояла на полке, как храм, да. Вот это вот роза, это роза именно с фасада этого собора. Теперь давайте потихонечку смотреть третий ролик, я буду часто останавливать, я обращаюсь к оператору. Вот начинается у нас... Давайте свет выключим. Не хочу я больше ничего для одного себя только. Какой вашей красоты... Не могу больше. Хватит. Занятный момент так же, как и в «Сталкере». Героя привозят женщину на машине, причем женщина отвергнутая. Да, но это... Мы сегодня... Не эта тема нашего разговора, но тем не менее, вот какие-то вот такие инвариантные, сквозные образы нельзя не отметить. Вот схема той крипты, в которой мы с вами только что были. Она действительно очень и очень небольшая. Мы можем видеть ее размеры, направление на север, то есть всего ничего. Как бы предполагается, что фреска, она внутри вот этой вот эркера такого, своего рода. Эркера одна. Вот где она передвигается. неторопливо и в достаточной степени. Но мне кажется, что это робость, связанная с тем, что она не вполне знает, что здесь правильно делать. Мы это поймем из ее диалогов. Да, вот женщины сидят вот там вот внутри эркера сейчас. И обратите внимание, куда Элджиния смотрит. она смотрит налево. Нажмите на паузу, нажмите. Значит, смотрите, она смотрит налево, как будто бы фреска там. Но при этом фреска будет сниматься именно внутри эркера. Согласитесь, вы на это особо внимания не обращаете. Исходя из траектории ее движения, совершенно определенно можно сказать, что Андрей Арсеньевич просто, но едва ли не размечал ее путь, ориентируясь на центры расстояний между колоннами. Вот прямоугольник внизу, это тот самый алтарь, который в кадр не попадает совсем. И вот у нас героиня остановилась в точке 1, глядя, ну это у нас получается на запад, да, в терминологии географической. Давайте дальше. И вы тоже хотите ребенка? О поле ла грация, стоп. Или собираетесь вымолить его? Стоп, стоп, стоп. Да, она скачком перемещается в точку 2, как будто бы и смотрит на восток. Да, то есть, грубо говоря, направление на запад у нас для того, чтобы в каком-то смысле, ну скажем, пока что созерцать образ божественной природы, направление на восток у нас для того, чтобы говорить с человеком. То, что она уже в другой точке, а почему она в другой точке? Потому что она вот в начале этой речи, да, она смотрела на север. Да, то есть, как будто бы фреска все-таки перед ней, там, где сейчас написана фреска. Хотя по факту до того смотрела в другую сторону. Давайте дальше. Я пришла просто посмотреть. К сожалению, когда сюда приходят ради развлечения, без мольбы, тогда ничего не происходит. А что должно произойти? Все, что ты пожелаешь. Все, что тебе нужно. Но как минимум, тебе надо встать на колени. Ну вот лучшее подтверждение того, что все-таки она сейчас считает, что фреска перед ней, потому что она пытается встать на колени, смотря именно на север, у меня не получается. Посмотри, как они это делают. Они привыкли. У них есть вера. Да, может быть. Входит в процессе. То же самое пространство осваивается, как будто бы персонажей нет совсем. Вот какова их траектория. Они проходят по тому же среднему ряду. В действительности тут две пары носилок, на что тоже особенно внимание не обращается. Даже три пары. Проносятся носилки до квадрата один. Вот вот они скачком оказываются в той же точке два. Да? И нету еще двух носилок совершенно. Но на это несоответствие мы которые всего 23 секунды назад мы видели внимание абсолютно не заостряется. И теперь смотрите. Стоп. Понимаете что делает Тарковский? Физически они абсолютно в одной точке пространства. Да? То есть это та точка в которой не происходит вот этого слияния двух героинь. Одна женщина встает на колени с успехом. Другая женщина не может встать на колени. По большому счету едва ли не ключевое событие фильма ностальгия связано вот с этим ощущением единства между двумя мужчинами. Между двумя женщинами единства здесь не происходит. И намеком на это единство в общем-то на попытку и вот на его ну скажем несостоятельность является то что на уровне монтажа Тарковский совмещает точку буквально. то есть они как будто бы вот именно сталкиваются друг с другом но все равно расходятся по разным траекториям потом. Давайте дальше. Она уже даже не пробует она продолжает свой диалог и уходит из этой точки. я хотела бы спросить у вас извините да как по-вашему почему только женщины так часто молятся и ты это спрашиваешь у меня но уже видели здесь много женщин я всего лишь панамар и не знаю этого но вы наверное задумывались иногда отчего женщины набожнее мужчин ты должна это знать лучше меня потому что я женщина а вот я этого никогда не понимала я человек простой но по-моему женщина нужна для того чтобы рожать детей растить их с терпением и самоотречением и больше по-вашему она ни на что не годится не знаю понятно спасибо вы мне очень помогли но ты же спросила меня о том что я думаю я знаю ты верно хочешь быть счастливой в жизни есть и нечто более важное женя уходит из церкви да потому что она понимает что это не то место где она получит ответы на свои вопросы она останавливается в точке 3 и смотрит уже в непонятном направлении в достаточной степени да но вот она вот что было бы если бы она встала на колени о матерь блаженная матерь страстотерпица о матерь ликующая всеблагая преблагословенная пречистая богоблаженная терпеливая всепрощающая мать знающая боль всех матерей мать знающая радость всех матерей мать всех дочерей знающая радость всех матерей мать всех дочерей знающая боль всех матерей о мать заступница помоги своей дочери стать матерью этот кадр неоднократно назывался одним из самых красивых в истории кино а теперь обратите внимание 5 минут 38 секунд назад стоп у нас был точно такой же кадр на это клубе к излюбленному торговской трюку торговского да о том что возможно всего этого и не было да возможно все это просто игра воображения и игра сознания потому что ну в общем то то в достаточной степени такая эпизодическая ветвь ответвление от развития основного сюжета давайте дальше но и уже не мелькнула снова в точке 2 что важно и понятно что слияние не произошло понятно что эти свечи рифмуется сто единственно свечой который он пронесет до конца она слышит какие-то окрики которые это будет иметь значение в последующем развитии фильма но если вы видели вы понимаете а вот это уже не репродукция это уже настоящая настоящая мадонна дель парта которая снималась во время работы над временем путешествия где торговский точно так же как горчаков отказывался войти в церковь и посмотреть на образ который собственно говоря и поманил его в эту поездку поскольку да можно свет включать спасибо поманил его в эту поездку потому что он был большим поклонником дело франчески еще до того вот но собственно говоря это примерно та манера в которой работа и работы торговского разбираются в моей книге итальянские маршруты андрея торговского тут важно вот что вообще само слово маршруты которые вынесены в название не стоит трактовать сугубо в географическом аспекте то есть вы знаете есть такой дивный совершенно писатель питера крит он пишет и художественную не художественную литературу в частности он биограф очень многих британских и американских деятелей там чаплин черчилль но в частности одна из самых его известных книг посвящена шекспиру и в главе которая связана с макбетом он пишет что когда-нибудь должен обязательно появится исследователь который изучит связь шекспира с ландшафтом и ландшафта шекспиром вот это вот именно то что мне в частности хотелось проделать для случая торговского на страницах настоящей книги но только этим вся история не исчерпывается то есть маршруты в данном случае это не только география маршрут это и безусловный маршрут по людям то есть это та социальная сеть которая для торговского имела огромное значение потому что он в целом был человеком ну скажем очень сильно зависим от общения и его очень легко было переубедить почти в чем угодно что не имело отношений к творчеству в бытовых вопросах переубеждению он поддавался очень легко это маршрут по тем книгам которые он читал это маршрут по тем фильмам которые он смотрел и это очень важно особенно важно для меня потому что мне кажется что удалось существенно расширить вот это вот множество того что повлияло на него непосредственно потому что ну когда ты знаешь какие именно картины он посмотрел на том или ином кинофестивале и над чем работал в этот момент в действительности выступают на поверхность совершенно неожиданные незаурядные закономерности и проявления это маршрут по идеям торговского вот что важно мне было очень важно поставить вас как читатели в ситуацию когда у вас окажется в голове примерно то же самое что было у торговского в тот или иной момент и станет понятно каким образом какой путь совершала его мысль для того чтобы из фразы которую он слышал от экскурсовода в некой точке x родился тот образ который он придумал переместившись в точку y а потом снял в точку z вот эти именно маршруты мы и рассматриваем в целом вот понимаете как бы это объяснить у меня часто говорят что я пишу очень разные книги но просто как будто бы их ничего не связывает вот книга о торговском вот книга о моей эссеистике о кино всего того что я написал до двадцатого года про самые разные фильмы интервью с кинематографистами но казалось бы это вещи немножко связаны вот роман плавец но в который я дописывал в за рабочим столом ингмара бергмана это отдельная история из захотите потом расскажу это художественный текст у меня есть книги обошла чёве у меня есть пьесы у меня есть рассказы что же это всего объединяет объединяет вот что все дело в том что я глубоко убежден что на этой планете не происходит ничего более удивительного занимательного интересного и незаурядного чем творческий акт и мне очень интересно разобраться как люди это делают и вот это именно то что для случая торговского я и делаю в книге итальянские маршруты да мне было важно попытаться объяснить как возникает его фильм из совокупности событий из совокупности слов из совокупности идей и образов да и если сопоставлять а он помните он говорил он собирался назвать свою книгу методологическую книга сопоставлений результате назвала запечатленное время а во многом книга сопоставления это именно вот эта книга которая сопоставляет самого разного рода сведения с одной лишь целью попытаться помочь понять что в действительности подтолкнула к рождению того или иного образа в той или иной картине вот та тщательность который он работал вот тот ход мысли его скорость если угодно во многом объясняет то почему собственно бергман снимал по три фильма в два года а тарковский по одному в четыре да то есть это совершенно другой режим работы совершенно другой подход к созданию кинопроизведения по мимо всего прочего слушайте но я скажу честно что я могу говорить так довольно долго я думаю что может быть у вас возникли какие-то вопросы и вы как-то ну придадите что ли вектор развития нашему разговору мне по крайней мере кажется что это было бы вполне уместно да пожалуйста